Всем хай! У меня для вас две новости. Одна хорошая. Хорошая новость выглядит так. Это мои новые бьюти-боксы, они сильно вышли. Я понимаю, что это может выглядеть как дурацкий байт, но это не дурацкий байт. Типа, абсолютно нет. Я реально словила ужасную истерику и просто плец, поэтому... Даже, митики, будет в два раза больше, чем в той коробке, потому что та мне не понравилась. Вот коробка была, которая увидела, которая начинала распаковываться, которую я застерила. А это дополнительно мне прислали еще одну коробку, чтобы все-таки бьюти-бокс вышел. Ладно, он выйдет. Но только лично сразу, когда я испытала, я не хочу как бы говорить такие громкие слова, но мне кажется, я больше никогда не буду больше делать бьюти-бокс. Давид на меня смотрит, он понимает, что я очень серьезна в этом во всем. Ладно, положила все дополнительно в отдельную коробочку. Но теперь это хотя бы выглядит нормально. Теперь я хотя бы радуюсь, потому что здесь очень много декоративной косметики, которой мне в той коробке не хватило. Все, успокаиваю свои нервы и завтра снимаю обзор. Для вас это уже через пару секунд. И вторая новость. Она тоже связана с бьюти-боксами. Это последние бьюти-боксы, которые я выпускаю. Возможно, вы спросите, почему? Мне все так хорошо. Ведь бьюти-боксы так быстро расходятся. Ведь у них такое классное состояние. Ведь ты так сильно радуешь подписчиков. Ведь ты так много любви. Вкладываешь в это все. Продемонстрирую вам наглядно то, что я не планировала снимать. Но это мой нервный срыв во время, когда я получила первую партию для бьюти-боксов. Когда я впервые села снимать это видео. Ну и сейчас, когда я сижу, снимаю, я открываю. Я понимаю, что даже не хочу снимать это видео, потому что отстой, помни. Сейчас это пипец. И самое такое, что я улетаю завтра, 28-го, завтра в 29-го улетаю. Можете быть, все мои смотреть. Это правда. Я буду в Германии, и в Германии я не получу эти продукты. Это невозможно. Коробка весит 20 килограмм, и она никогда это не дойдет сюда до старта. Знаешь, так что я не знаю. Это коротко о том, ответ на ваш вопрос будет бьюти-боксы или нет. Вот так вот все прекрасно началось. В целом, если вы считаете, что я хайплю позер, можете написать, что я хайплю позер и вообще раздражаю. Ну, и надеюсь, что ваша жизнь от этого станет счастливой, потому что моя от этого не изменится ровным счетом никак. Что ж, давайте приступим к распаковке. Возможно, самых последних бьюти-боксов на моем канале. Ну, по крайней мере, на тот момент, пока я не подочасываю голову, но я не думаю, что это когда-то произойдет, потому что все психологи, с которыми я занимаюсь, просто ставят мне лайк. То есть они не знают, что со мной делают, потому что, видимо, слишком поздно. Мне как-то особенно сложно снимать это видео, учитывая, что я дала вам такое лютое вступление. Ну, в общем, ладно, давайте перейдем к формальной части. Кстати, макияж, который вы видите на мне, это все, он создан при помощи наполнения бьюти-бокса. В этот раз будет три коробочки, но с тем лишь различием, что у нас здесь две коробочки по 2500 рублей, и одна коробочка, которая стоит 3500, ничего не говорите, я знаю, что Цикришна так и задумана. Смысл в том, что наполнение этих коробочек очень сильно отличается. Здесь у нас наполнение на... Ну, а здесь уже очень дорогое наполнение. Кстати, в эту стоимость, если что, уже включена доставка. Ну, ребята, в боксах целых три состава, они разные, обязательно читайте описание на сайте. На сайте, чтобы попасть, нужно пройти по ссылочке, которая есть у меня в описании, что вы купите на то, что вы хотите купить. Так, три разных состава. Конечно же, для тех, кто поспешит, будет особенный сектор приз на барабане. И те, кто покупает коробочку за 3500, они получают или фен, или плойку, или расческу для укладки волос от бренда GHD. Вот буквально, чтобы вы понимали, это, который достанется вам, а это, который я уже использую много лет. Они, если что, абсолютно одинаковые, видите, просто это черный, ну, мне сейчас досталось, а тут голубой. Я не знаю, какого цвета достанется вам, если достанется, потом пришлите, мне будет реально интересно посмотреть. Но это самое лучшее, просто лучшее. Все, пойду обратно в коробку положу, пусть лучше достанется не 50 людям, а 51. Я сама пользуюсь этой плойкой от их бренда, и это лучшая плойка во всей моей жизни. У меня все друзья, которые пользуются тоже этой плойкой, левит ее, спрашивают, потом покупают себе. Это не реклама, потому что Лола буквально это просто подарок для тех, кто быстрее купит эту самую коробку. Но реально, если вы ищете крутую плойку или крутую какую-то технику для волос, я вам рекомендую именно вот эту. Потому что все мои вот эти вот закорючки, которые мне постоянно спрашивают, как ты делаешь прическу, а дэто кончао, все делается именно ей. Поэтому поспешите, если вы покупаете, просто поспешите, чтобы вам точно досталось. Ребят, ну это дорогущая плойка, она, блин, сколько, 1012-15 стоит, там пипец, цены жесткие. Там несколько вариантов, что он может выпасть, но все вещи классные. В составе ЧОПа, Айту и Роскошь Бодюков по 22 продукта, стоимостью более чем 7500 рублей. Дополнительный подарок ждет тех, кто покупает первые 500 коробочек. Это палетка Vivienne Sobor. То есть просто за то, что вы успеваете по 8500 человек, это не так трудно, потому что коробочек супер мало, как бы буквально почти каждый человек это получит. Вы получаете дополнительным бонусом вот такие вот палетки. Каждому попадется по одной рандомно. В принципе, я рекомендую заказывать бокс, даже лучше два, для того, чтобы еще потом подругам на Новый год подарки раздать. Я с этой целью вам всего положила, чтобы вам и вашим друзьям, и мамам, и друзьям вашим маме всем хватило даров. В адвент календаре я использовала вот этот вот зеленый акцент для вот этого макияжа, а в косметических кайли я использовала вот этот вот цвет для вот этого макияжа. Наверное, сегодня воспользуемся тоже розовым, потому что оранжевый макияж вы мне уже дофига видели, покажу уж розовый раз. На него так много было вопросов. Беру кисточку какого-то такого плана, неважно, любой абсолютно бочонок, беру розовые тени и, смотрите, обязательно смешиваю их вот с этим. Если вас смущает новая палетка, то мне специально для обзора новую палетку прислали, чтобы она была чистая и не убитая. И теперь я просто нанесу эту точечку вот сюда, видите, уже с первого блика он такой яркий стал. И все, и погнала. Это суперлегкий макияж, вам главное выбрать акцентный цвет. Он есть в абсолютно любой палетке. Здесь тоже можете использовать любой, какой нравится, здесь тоже можете использовать любой, какой нравится, их тут целая куча. И здесь тоже самое, просто уже смотрите на свой вкус, ситуативно, что вам больше по душе. Палеточки все супер универсальные, здесь есть как цветные оттенки, яркие, так и более нейтральные. Ну, то есть реально здесь супер много всего, здесь очень много декоративной косметики, очень много уходовой косметики. Если честно, если я сейчас буду так вам по всем рассказывать, мы просто задолбаемся, поэтому давайте сделаем распаковку, и я вам все покажу детальнее. По традиции я, конечно же, позаботилась о том, чтобы в этой коробке было все, чтобы сделать вам полноценный макияж, полноценный уход за своим лицом, за своими волосами, вообще за всем. Обычно, я даже не помню, как я делаю это обычно, вроде я сначала показываю уход, потом косметику, потом волосы и все остальные приблуды. Но сегодня, вы знаете, я хочу показать вам просто, да все по-треть, все по очереди, потому что косметики настолько много, если мы сейчас начнем с ухода, то вы просто выключите это видео, вам перестанет быть интересно, ибо ухода слишком много, потому что я психанул. Давайте начнем. У меня для вас есть вот такие вот тканевые масочки от Лимони. Здесь три разные маски, есть тканевая масочка с омолаживающим эффектом граната и коллагеном, есть подтягивающая маска и тканевая масочка с эффектом коллагена розы. У них вот такой вот прикольный дизайн, и я ставлю максимальный лайк, это реально очень клевые маски. Но знаете, маски никогда лишними не бывают, потому что все мы с вами любим вот этот вот ритуал перед макияжем, особенно когда какое-нибудь важное событие. Наносишь там одну маску, вторую маску, тканевую маску, чувствуешь себя королевой, чувствуешь себя богиней, и почему бы, в общем-то, и нет. Для завершающего этапа ухода у меня есть, конечно же, вот такая вот корейская ночная масочка. Эта ночная маска обозвращает коже эластичность, она оказывает некоторый лифтинг эффект, питает и увлажняет кожу. Кожа за ночь на самом деле преображается, она активно регенерируется за счет концентрации питательных веществ. И когда ты утром просыпаешься, просто умываешься, ты чувствуешь, какая у тебя мягкая и приятная кожа становится. Перед сегодняшним нанесением макияжа я воспользовалась вот такой вот масочкой от Puderm. Я наношу эту маску на тканевой основе, в ее составе есть гиалуроновая кислота, чтобы получить моментальное увлажнение и смягчение кожи, особенно после того, как вот некоторый глупый человек все решил себе вот, ну, расковырять, в общем. Кстати, в ее составе есть витамин Е, поэтому это восстанавливает клетки, улучшает цвет лица и укрепляет иммунитет кожи. Также у меня есть вторая вот такая вот масочка. Маска является отличным средством ухода за кожей за счет содержания эстракта голубики, коллагена и также витамина Е. Как я могла оставить вас без ухода за области вокруг глаз? Да никак, поэтому, конечно же, у нас с вами вот такое вот хайповое средство от L'Oreal. Я наношу его на верхнее веко и на нижнее веко. Очень важно использовать крем вокруг глаз для того, чтобы увлажнять свою кожу. Конкретно это средство очень круто тонизирует и уменьшает мешки под глазами, когда ты его используешь достаточно регулярно. Поэтому у вас будет возможность его попробовать, ставлю этому лайк. А вы поставьте лайк мне. После того, как мы с вами умылись лицо, когда уже использовали пенку, когда промокнули лицо полотенцем, очень важно использовать какое-то средство, чтобы кожа потом не высушилась. Как вы знаете, я не фанат того, чтобы сразу наносить крем, поэтому я всегда использую что-то дополнительное. И поэтому я выбрала вот такое вот средство. Это гиалуронный гель для лица с алоэ вера. Смотрите, какое оно зеленое. Пахнет яблочным слаймом. По консистенции приятнее, чем яблочный слайм. Ой, боже, какой кайф. Запах это что-то с чем-то. Те, кто закажут, им очень повезет это все ощутить на своем лице. Очень важно использовать какое-то подобное такое средство после умывания, поэтому я вам его, конечно же, положила. Что мы делаем с вами дальше? Конечно же, наносим крем. Тут, естественно, я не могла определиться, поэтому их будет несколько. Много разных вариантов, чтобы каждый нашел себе что-то по вкусу. Первый вариант крема, который будет в бьюти-боксе. Вот такое вот средство от Бьютифик. Я его уже использовала в одном из моих предыдущих бьюти-боксов. Это офигенное средство, оно супер просто. Поэтому в этот раз я решила тоже их положить к себе, только в этот раз у нас будет с вами ночная масочка. Это средство содержит в своем составе так называемый комплекс молодости. Это пептиды и ретинол. Оно восстанавливает кожу изнутри и преображает ее внешне за время ночного отдыха. Этот крем очень классный, он повышает эластичность кожи, он убирает пигментацию, предупреждает фотостарение. Единственный момент, если вам в 12 лет, лучше отдать это средство маме. Ну или сестре старше хотя бы. Не надо в 12 лет это использовать, оно просто бесполезно будет. Слушайте, ну я такой стресс испытала, что я не права ее нахваливать, потому что она классная. После всего того ужаса и эмоционального, которое я пережила. Что нужно делать утром и вечером? Чему я вас учу? Конечно же, боже мой, чему я так учу? Говорю, боже, да я ваша училка. Нет, это не так. Нужно умывать кожу утром, вечером, после макияжа. И если не было макияжа, утром и вечером обязательно нужно умывать кожу. Поэтому я постаралась, чтобы у вас было несколько классных хайповых вариантов, чем, собственно, умываться. Вариант номер один. Аптечное средство АВН. Однажды в каком-то видео мне предъявили за то, что я сказала, что косметика Селена Гумас похожа на аптечную косметику по упаковке. И имэджин, они меня начали упрекать, что это какой-то негативный контекст. Хотя аптечная косметика хорошая косметика. Мне кажется, что продается в аптеке изначально нормальная. Ну, типа да. Для здоровья. Да. На меня умудрили за это захейтить. Я такая, господи, что с вами не так? Это очищающий гель для умывания лица, который называется Клинус. Он в своем состоянии не имеет мыла, и поэтому очень мягко удаляет загрязнение с кожи и помогает уменьшить выработку себу, благодаря своему составу. Еще она оказывает успокаивающее и матирующее действие. Второй вариант умывалки ИСИАК, очищающий гель для лица. Все очень просто. Наношу на свое лицо, смываю водичкой, наслаждаюсь тем, что получаю идеальное очищение. Этого мало? Конечно, джиж, здесь еще пара средств, которыми можно умыть свое лицо. А вы что думали? Средство от Руяши здоровает кожу и восстанавливает ее баланс. Кстати говоря, это средство очень дорогое, как и средство от АВН, поэтому, ребят, ну да, все это, конечно, очень небюджетная косметика. Помните, недавно в своем инстаграме я рассказывала вам про бренд, который называется Мама Эр? Это офигенный бренд, я даже проводила мой эфир по нему, и вы знаете что? Естественно, я подумала и решила, что вам тоже следовало бы с ним познакомиться, поэтому в моих бьюти-боксах будет целое огромное количество разной косметики от этого бренда. Сразу скажу, некоторые средства в составе имеют лук, ну то есть он буквально называется луковый шампунь. Но нет, это не значит, что он пахнет луком, он буквально пахнет очень вкусно ванилью, но в своем составе он просто имеет действующие компоненты от лука для того, чтобы волосы лучше, быстрее росли. Очень классная косметика, у них очень высокие отзывы, но я прекрасно понимаю, что возможно полноразмерка с луком кого-то бы очень сильно напугала, поэтому я считаю, что Trello Size для того, чтобы вы могли оценить и попробовать, это прям идеальное решение. У меня здесь, смотрите, есть кондиционер, есть шампунь, конкретно из луковой серии, и также у меня есть масло срединсолон для ускорения роста и противопадения волос. Это очень эффективные средства, ребята, и вот вам их реально нужно попробовать. У меня есть вся серия этих средств, поэтому у меня также есть масочка для волос, поэтому, ребятки, будете пробовать. А теперь вернемся к умывалке, потому что мы с этого и на журнале. Также от этой косметики у меня есть для вас умывалка с витамином С. И ночная масочка, тоже с витамином С. Это ночная восстанавливающая маска для лица, которая обограничена комплексом очень активных компонентов. Она эффективно добудется кожи, пока вы спите. Считаю, что эти лучшие маски, сама ими постоянно пользуюсь, и мне очень нравится, потому что что может быть удобнее, чем на ночь какое-то очень активное средство себе нанести или еще спать, а ничего. А, ну это у меня умывалка. Ребята, кстати, вы же знаете, что я очень сильно не люблю загар, в том плане, что он мне прям раздражает. И вот эта пенка для умывания идеально подойдет для тех, кто тоже не любит загар, потому что она буквально стирает загар. Поэтому, если вы хотите сделать вашу кожу светлее, то это средство идеально подойдет. Но если вы цените свой загар, лучше отдайте подружке или кому-то, кто его не ценит. Конечно же, на уходе с этим мы не останавливаемся, еще должны быть маски. И поэтому у меня есть для вас вот такие вот очень офигенно классные масочки, между прочим, огромные, полноразмерные, которых, мне кажется, вам хватит, ну, будет в следующий Новый год точно. А, у меня же не будет в следующем году битюбокса. Извините, это было некрасиво с моей стороны. Первая маска, это маска мгновенный антистресс для тусклой кожи. Сегодня у меня немножко подзаваленный вид, но я думаю, вы сами это видите, все эти стрессы и прочее очень-не очень. Поэтому наношу масочку, тут есть классная кисточка, все прекрасно, пахнет отлично, выглядит прикольно, на лице не бесит, все, пойду выпить чай. Какое-то время флексимся, а потом смываем. Эффект вы увидите сразу. Ну и второй вариант утренний. Уже на следующее утро, вот, пожалуйста, не ломай конструкции, на которой стоит моя камера. То же самое, утром проснулась, настроения нет, наносишь эту маску, вроде как пахнет приятно, вроде даже хотелось попить чай. И в составе, между прочим, содержит огромное количество очень активных компонентов, которые кожу достаточно спасают, ну и настроение пытаются тоже. Вообще, эта маска витаминный заряд, и за счет этого она придает бодрость коже на весь день. Если честно, сейчас снимаю это видео, а сейчас уже, сколько, господи, 12 часов ночи, и вот с самого утра вроде как нормально реально маска действовала, у меня никаких проблем с кожей нет, поэтому очень рекомендую. В коробочке вам придется какая-то одна из этих двух масок, но этого будет достаточно, чтобы оценить, насколько они классные. Я же фигню не положу. Я сейчас понимаю, что, видимо, зря у меня нервный срыв произошел, потому что я достаю средства, они не заканчиваются, у меня вещи с полу валяются. Следующее, это у нас вот такие вот масочки от EDEN. Ну, если вам вдруг мало масок и выхода за лицом, то есть еще. Все-таки, знаете, Новый год, друзья, тоже в подарок нуждаются, родственники тоже, а в этой коробке, в этих коробках, особенно если кто-то с CL3 зачем-то себе купит, там вообще можно просто, я не знаю, всему городу раздать подарки. Здесь у нас 4 масочки от фирмы EDEN. Первая, это у нас Крио маска, которую, конечно же, мы будем использовать. Она с эстрактами Алоэ Вера и Гамелиса. Все еще не знаю, что у меня на кофте написано, но как купила с тех пор, так и не знаю. Что это за кофта, это же топ. С холодком. Ой, реально. Если у вас воник холодно, сначала согрейтесь. Слегсим 10-20 минут. Вообще, лучше подальше от глаз делать эту маску. Также здесь есть маска для лица с муцином улитки, которая подойдет для любого типа кожи. Она ее разглаживает и насыщает витаминами. Третья масочка, это масочка черная, с бамбуковым углем. Пусть это вас не пугает, хоть и выглядит она достаточно черной, но потому что она буквально с углем. И четвертая масочка, это маска для лица, которая очень активно ощущает кожу. В составе своем она имеет белую глину. Следующее средство, одно из моих самых любимых еще до того, я стала блогером, это японское средство от Розет. Боже, я этому пилингу готова просто петь 10 от из 10. Когда ты наносишь его на свое лицо, и кто впервые будет пользоваться этим средством, тому может показаться что-то странное здесь происходит. Но смысл в чем? Вы наносите и начинаете массажными движениями, на самом деле можете хаотичными, растирать масочку вот так и по коже. И у вас под руками появляются некие катышки, которые выглядят прям вот так. И вы просто вот так вот протираете вашу кожу и очень-очень-очень супер мягко и бережно ее отшелушиваете. Маска просто супер, кожа не раздражает, даже если у вас кожа чувствительная идеально подойдет, поэтому это средство вот оно святое. Это легкий гель с рутовыми кислотами, поэтому он растворяет разовешенные частички кожи. И поэтому и происходит, собственно, воздействие пилинга. А теперь давайте приступим к чему-то очень важному и деликатному. Бритве. Смотрите, что у меня здесь есть. Да, это бритва Джилет, и она очень дорогая. Такая бритва больше 1000 рублей отдельно стоит. А я к вам в комплекте к этой бритве положила также вот такие вот дополнительные штукенции. Здесь у нас с вами гель для бритья и очищение специальное, очень нежное, очень мягкое, которое все эти свойства бритвы только увеличит, и у вас не будет вонючих вросших волос, которые всех раздражают. И также тут есть выравнивающий скраб, который все это дополнительно нивелирует. Если вы воспользуетесь этим скрабом, который, кстати говоря, супер-мега деликатный, поэтому ничего там лишнего вы себе не перескрабируете, то тут вдвойне не будет никаких негативных последствий. Это вообще вросший волос, а отстой. Кстати говоря, это новая бритва, и у нее запатентована система защиты от раздражения, поэтому она идеальна для гладкого бритья лезвиями, которые едва касаются кожи. Выравнивающий скраб тоже очень классная штука. Очень важный момент в том, что скрабирующие частицы здесь 10 раз мельче тех, что обычно используются в скрабе, поэтому оно ничего не травмирует, особенно нежную кожу зоню бикини, если вы будете там это использовать. Кстати говоря, эту штуку нужно использовать до того, как вы используете бритву, а не наоборот, потому что за счет ее состава она приподнимает волоски, они легче сбриваются, и вросшие волосы меньше происходят. А еще там ход опять, который флексит. Я знаю, что вам это нравится. Мне, в общем-то, тоже. Очень круто, что у этого геля для бритья прозрачная текстура, поэтому вы можете прекрасно видеть, какие зоны вы уже обработали, а какие волосы вы пропустили, чтобы ничего там второй раз не проводить бритвой. А зачем это нужно, если можно не проводить? Естественно, позаботиться о коже лица, позаботиться о макияже, всего этого недостаточно. Нужно позаботиться с вами еще о волосах. Как я уже говорил ранее, первые 50 человек, которые закажут коробочку, которая розовая, ну вот эта вот у нас, бизнесвумен из Москвы, не, на самом деле это просто бизнесвумен коробочка, такая пакостная, они получают 50 средств для стайлинга своих волос. Ну, помимо этого, конечно же, у нас с вами тут целая куча шампуней, кондиционеров, масочек. Давайте все вам покажу. Гарнир Фруктис серия с бананом. Здесь у нас есть шампунь, здесь у нас есть бальзам-ополаскиватель. Вам в коробочке попадется или шампунь для питания волос с бананом, или шампунь для восстановления волос с папайей. То же самое относится и к бальзаму-ополаскивателю. Будет или с маракуйей, или с бальзамом. В составе шампуня, кстати говоря, нет пробенных, силиконов и синтетических красителей, и веществ животного происхождения. Но несмотря на такой классный состав, оно пахнет просто потрясающе. И вам, мне кажется, очень понравится, как и мне, потому что я в абсолютном восторге. То же самое относится к бальзам-ополаскивателю. После использования этого бальзама, кстати, я хочу отметить, что волосы очень легко расчесываются. И вы это прям заметите после первого применения. А, кстати, к вопросу о расчесывании. Ну что, конечно же, у нас с вами будет расческа, вэтбраш. Давайте сейчас ее вместе распакуем, я вам покажу. Она очень прикольно выглядит. Кстати говоря, эта расческа идеально подходит для волос, которые часто спутываются. Такая расчесочка идеально залезет в любую сумочку. И, кстати, она вообще никак не травмирует волосы, потому что у нее вот эти вот штучки, они очень гибкие и очень мягкие. Поэтому, несмотря ни на что, даже если вы будете расчесывать мокрые волосы, что вообще не очень желательно, но с этой расческой вы можете это делать, потому что у вас ничего не спутается. Еще, кстати, она волосы не электролизует, поэтому она прям очень клевая. Ну и выглядит она тоже очень приятно, такая яркая, с блестяшкой, мне прям нравится. Смотрите, что еще у вас будет для волос. Вам выпадет что-то рандомное или лак для волос вот такого вот гигантского абсолютно объема, или шампунь для волос, или кондиционер с кератином. Это бренд, который называется Fuente Профессиональная Косметика. Шампунь глубоко восстанавливает структуру волос и повышает гладкость их. Сыворотка запечатывает секущиеся конечки. Нужно всего лишь сделать одно-два нажатия, разогреть ладоником, нести на влаженные волосы. Но не надо это уже ничего смывать. Ну, а лаком для волос, я думаю, вы знаете, как пользоваться. Если хотите прическу, как у Ада Тащиао, то просто сушите ваши волосы феном, и вот так, пока сушите, сюда добавляйте этот лак. Это лак очень стойкий и очень хороший, поэтому ваши волосы будут иметь форму, как у меня, когда я делала такую прическу. И еще один шампунь. Вот такой вот шампунь от фирмы Алан Хадаш, это израильская косметика. Это шампунь бессульфатный, он придает волосам блеск и ухоженный вид волосам. Вот такой вот прекрасный объем, очень будет удобно попробовать протестировать и сразу понять, подходит вам это или нет. Израильская косметика, кстати, очень классная, поэтому, если вы никогда не пробовали, очень рекомендую вам попробовать. Ну, попробуйте, у вас будет этот бетибокс. Ребят, без антибактериального геля вообще никуда, поэтому я уже плыла в прошлый бетибокс и в этот тоже кладу, это очень важная вещь. Вот, смотрите, какой у вас отличный объем. Положили с собой, носите, не забывая, руки всегда чистые, все, у нас еще проблемы никуда не решаются, непонятно, когда они вообще решатся, вы понимаете, о чем я. Поэтому такие вещи нужно с собой носить. Кстати говоря, это средство, оно вообще не сушит кожу рук. Те, кто покупал мой бетибокс в тот раз, напишите вам реально, оно понравилось или как, потому что я от него в абсолютном восторге, поэтому второй раз не поленилась, положила вещь очень важная. Как человек, который распаковывает миллионы один адвент календарей, я прекрасно знаю, что ни один адвент календарь не отходится без крема для рук. Поэтому, знаете, мой бетибокс тоже не обошелся, ну, просто потому что такая уж ирония. Это пост-иронический момент. На самом деле, этот крем для рук реально очень клевый, он с прекрасным ароматом, у него здесь такой милый единорог, и, в общем, маршмейл он рисован, и поэтому, уверена, вам очень понравится. Ну, и очень маленький объем, удобно с собой брать, прям классно. Этот крем от фирмы Unicorn моментально устранит ощущение сухости и стянутости, что, конечно же, в такое время года очень актуально и практически у всех случается. Кстати, он еще защищает кожу от зимних ветров и палящего солнца. Если вас смотило палящее солнце, то речь идет о том, что оно и зимой, и летом прекрасно работает, но сейчас зима. О руках побеспокоились, пора побеспокоиться о теле. У меня есть для вас вот такое вот молочко для тела, которое после душа использует самое то. Молочко для тела от Эколотье в своем составе имеет цветок кактуса и авокадо. Я не знаю, вы когда-нибудь пробовали, как пахнет кактус, я пробовала, и это безумно вкусно. И вот этого запаха авокадо и кактуса мне не передать, насколько потрясающе вы будете пахнуть после того, как вы выйдете из ванны, если это используете. Расскажу вам, как я делала этот макияж. После того, как я нанесла тканевую масочку, я приступила к тому, что нанесла тональный крем. Снимаем масочку. Ладно, стало гораздо лучше. Но носим тон. Для меня это уже не первый раз, когда я кладу в мои бьюти-боксы нечто тональное. И тональники я клала, и консилеры клала, и в это тоже положу. Потому что я знаю, какие средства нужно пласть, чтобы наверняка они подошли. Вот эта вот косметика подстраивается под тон кожи. Поэтому я не думаю, что у вас возникнут какие-то проблемы. Я выбрала его, потому что он очень классно подстраивается под естественный цвет кожи. Обеспечивает нам однородный цвет лица, где-то примерно часов на 15, то есть с самого утра до самого вечера все будет хайпово. И у него есть, знаете, что, плотное нанесение, но без эффекта такой неестественной маски. И смысл в том, что он реально создает эффект такого блюра, как будто вы под фильтром снимаете, но фильтр вам даже и не нужен. Вот о чем я говорила. Видите лицо как будто бы с фильтром. Кстати, в этом тоне он называется Cover Face. Есть защита от ультрафиолетовых лучей, поэтому дополнительно защищаем кожу. Правда, имейте в виду, что если ваше кожное лицо будет светлее, чем кожа на руках, вас могут закинуться и в тиктоке. После того, как я нанесла тон, сегодня я решила нанести брови. Хотя у нас с вами и скульптуринг, и хайлайтер, и все это у нас будет, но в дальнейшем. Смотрите, что у меня для вас есть. Так как я знаю, что каждый предпочитает разные средства, я позаботилась о том, чтобы у вас были разные варианты, собственно, что вам комфортно наносить и что вам попробовать. У нас с вами здесь будут карандашики для бровей от бренда Ланда Бранда. И также вот такая вот палетка, которую вы тоже можете использовать для того, чтобы ваши брови нарисовать. Здесь есть два самых ходовых оттенка. Один чуть-чуть потеплее, другой похолоднее, но они абсолютно универсальны. Подойдут и блондинкам, и брюнеткам, и розовые волосы, даже если у вас там голубые, зеленые, неважно. Вообще идеально, возможно, даже не знаю, подойдет, только если у вас прям супер черные брови, но тут да, тут не зайдет. Тогда будете использовать средства как контуринг, например, для того, чтобы делать себе контуринг или тени использовать. Здесь у нас есть хайлайтер, который можно наносить или под бровь, если вам нравится такая техника, или просто используйте как обычный хайлайтер, потому что он буквально прекрасно сияет и вообще зашибись. Смотрите, как блестит. Смотрите, это карандашик с автоматическим вот таким вот очень тоненьким грифлем для прорисовки волосков. А еще здесь вот такая вот необычная щеточка, чтобы эффект был максимально натуральный. И я, конечно, мастер свочи, но там просто было тупо реально неудобно самой себе свочи снимать. Короче, он реально осознан для того, чтобы делать эффект микроблейдинга. Смотрите, тут очень тонкие линии получились. Ладно, для демонстрации я его все-таки только подрисую. 100% натуральности, и никто никогда не узнает, что на этой брови есть карандаш. Вот так вот. Так что, ребята, тут у всех будут варианты. Потому что по вкусу карандаш, карандаш или палетка. Каждому свое. Кстати, в этой палетке настолько идеальные холодные оттенки, что ими можно еще скульптурами делать. Но это я вам так, этого я вам не говорила. Это просто лайфхак небольшой. Также, помимо этого, для бровей у меня есть вот такое вот многофункциональное средство 3 в 1 от Lamelle. Здесь у нас в раме одновременно идет карандашик, идет пудра для бровей и тушь, чтобы вы могли делать идеальные брови, и у вас все было в одном. Еще оттенок, конечно же, я постаралась подобрать так же, как и в предыдущем бренде, чтобы все было очень нормально и подошло как можно больше на количество людей. Поэтому надеюсь, что у нас зайдет. Ну куда же без консилера. Смотрите, какая у него суперудобная щеточка. Это не просто классическая вот эта вот, ну, вы поняли. А она прям как кисточка, поэтому ей очень удобно брать вот такие вот детали, типа брови. Ты берешь, наносишь, и прям этой же кисточкой можешь корректировать. Маша не ей, конечно, но Маша ей это дает тебе вариант. Я так как привыкла уже к своей кисточке, которая со мной уже, бог знает сколько лет, сейчас в момент, как я вот тут начала, я буду корректировать брови ей. Но в целом этим тоже очень удобно, и Кат Крис этим тоже делать суперудобно. Видите, какая тонкая линия, прям как отрезанная. Это как раз таки за счет того, что у нас вот такой вот формы кисть. Максимально кайфую от бровей, ну, просто, девочки, брови, мальчики, невероятные. Вообще, по своей сути, это светоотражающий консилер Artvisage, Miracle Touch он называется. И он очень круто маскирует на лице всевозможные секреты, которые мы не хотим никому выдавать. И, как видите, кожа выглядит идеальной, и отлично под брови рисует, и отлично скрывает всякие вот такие вот штуки, если они у нас есть. И прыщи он идеально маскирует. Кстати, вот это вот, что такое у меня на брови, я не могу понять. Но, пользуясь случаем, уж используем этот консилер. Я думаю, ты вообще кто? Уходи, я тебе не рада. Пошел нахуй, вот и ушел. В нем очень хайповые наполнители, которые преломляют цвет. За счет этого вот такой вот визуальный эффект, что выглядит прям вжжж и круто. Предлагаю перейти к одному из самых интересных моментов, это глаза. И тут, смотрите, у вас будет вот такая вот палеточка. У нее достаточно, на первый взгляд, нейтральные оттенки. Но, по факту, здесь их достаточно много, и можно сделать даже нечто более-менее креативное, если включить свою фантазию. Ну, это не единственные тени, которые, конечно же, у нас будут. Поэтому универсальная палетка, это всегда хорошо. Для того, чтобы сделать макияж, который на мне сегодня, я для начала использовала вот эти вот персиковые тени в качестве базы. Нанесла их на все мое объекты. И потом воспользовалась вот этими вот светлыми молочными тенями, выделила, собственно, те линии, которые я буду растушевывать. На них нанесла более темный цвет для того, чтобы упрочнить форму, чтобы она была более очевидна. И в дальнейшем я взяла следующую палетку от Vivienne Sabo. И это палетка, которая уже не входит в каждый битебокс, но 500 человек получат эту палетку просто потому, что за каждый битебокс осуществляет первых 500 человек. Теперь я беру палетку Vivienne Sabo. Вот эти вот самые, которые кто-то из вас бонусно получит. Я беру вот эту вот яркую, потому что у меня очень много людей спрашивали про один из моих макияжей с розовым акцентом. Так вот, этот акцент был отсюда. Относительно теней у меня есть для вас еще вот такая вот штука. Я не буду ее сегодня наносить, потому что она мне, ну, просто сейчас объективно никуда. Но это металлические тени с эффектом хамелеона. Будет несколько оттенков, но все они очень классные. И вот здесь вот у меня такой красный кирпичный. Очень классные тени. Вы наносите их себе, собственно, на глаза, если хотите. Растушевывайте или оставляйте прям так. Можете использовать как подложку. Можете использовать на уже тени. Можете использовать как полноценный отдельный продукт. Будет смотреться супер. Очень быстро сохнет. Очень красиво блестит. Не скатывается. По крайней мере, когда я пробовала, у меня никаких проблем не возникло. Поэтому, ребята, пробуйте. Мне кажется, у вас будет тоже очень супер. Для новогоднего макияжа, если прям хотите блестяшечек, а не вот этого вот всего, то вам прям очень зайдет. Бренд называется LN. Закончили с тенями. Теперь перейдем, давайте, с вами к контрингу. У меня есть вот такая вот палетка от Estrada. Если честно, я вообще без понятия... Это огромный объем. Ну, это просто гигантский объем скульптуринга. Мне кажется, его хватит на всю оставшую жизнь. Еще, знаете, на детям, внукам останется кому угодно подписчикам, если вы тоже блогер, как и я. Вообще офигенная вещь. Цвет у него самый идеальный, потому что это цвет тени. Я уже много раз говорила, что я люблю цвет тени. Не тени-тени, а тень, ну, типа, тень, шэдоу. Вот этот цвет самый офигенный. Он выглядит, как тень на лице, но, собственно, вот, можете посмотреть. Демонстрирую вам. От этого же бренда, конечно же, как Новый год, без сияшечек, без хойлайтера, ну, невозможно. Поэтому хойлайтер, экиэнс, сияшечка. Накрасили брови или не накрасили брови, используем консилер после того, как наносим тона. Я знаю, что очень многие люди говорят, что нужно использовать консилер до тонального крема. Я его всегда использую после. Сколько бы я не использовала до тона, мне эффект не нравится. Поэтому я всегда наношу это по верху. Вы можете делать как в душе вашу угодно, если вам нравится. Я, знаете ли, тоже проходила очень много курсов всяких, в том числе за 90 тысяч рублей купила себе курс. И учили меня там всякому обеснованию делать себя примерно лицо в моем видео распаковке от Эд Календария от Шесейда, где, собственно, вы меня макияжет однили. И вот такой вот микронос у меня получился. Техника контеринга – хорошее средство. И, конечно же, очень важен вот такой вот хайлайтер, который прям втыщ, и сразу все, что нужно, выделить, а все, что не нужно, уберет. Это, конечно, очень забавно, как при помощи макияжа можно себя изменить. Вспомните меня в начале видео и просто... Ну, в начале, когда я стала показать вам косметику. Но это, конечно же, не все. Хочу еще вам показать хайлайтер получше, а то на туалюту на носу как-то не круто, такой классный хайлайтер. С виду, кстати, он вам может показаться, что выглядит как обычная пудра. С этим все хорошо, спокойно, смотрите. Оп! И не пудра. Но с этим все хорошо, вы только наносите его куда-нибудь, и у вас сразу же не пудра, а все блестит и сияет. Поэтому, если вдруг чего не пугаетесь, видите, какой лютый эффект. Хотя здесь вообще блеска нету. Я когда увидела впервые это средство, я вообще не поняла прикола, типа, зачем мне пудру притащили под названием хайлайтер. А потом протестировала, такая, о май гад! Вы уже обратили меня на этот вот звездное объяснение? Это такой вот у меня лайнер-подводка от Faberlic. Здесь у нас с вами две стороны одной подводки. С одной стороны, подводка обыкновенная для рисования стрелок. Никаких претензий к этой подводке нет. Она рисует достаточно тонкие линии и толстые линии, как вам нравится. Все очень хорошо. Он никуда не течет, очень хорошо закрашивает, является полноценным черным. Короче говоря, абсолютное очарование. И тут же одновременно есть штампик со звездочками. Так, у меня уже макияж перегружен, просто решила нанести сюда. Мне кажется, выглядит прикольно. Ну, или кринч, напишите, что думаете. Еще, я думаю, поэтому вы смогли заметить, как круто звездочки ложатся. То есть нет такой ерунды, что там, не знаю, они растекаются или что-нибудь еще. Тебе кринч или прикольный? Ты у меня самый лучший. Ладно, спасибо. Накрасили глазки, наделали стрелочки. Конечно же, нужно все это закрепить чем? Ну, естественно, тушью. Я думаю, все прекрасно знают, что Vivienne Sabo это обалденные туши. Вот где Vivienne Sabo, там знак равенства с тушами. Все знают, прекрасная кабарет. Но, ребят, у них не только кабарет, офигенная тушь. Я вам каждый раз туши от Vivienne Sabo, чтобы вы могли попробовать просто их все, потому что не каждая тушь, одна другая лучше. Здесь у нас тушь от Femme Fatale. И посмотрите на мои ресницы. Ну что, стоит здесь говорить еще что-то? А мне кажется, вот не стоит, потому что так все очевидно, что класс. Пам! Карандаши. Тут у меня карандаши. Цвета, кстати, каждому будут свои выпадать, но все они нормальные. Для губ и для глаз. Можете использовать одновременно и туда, и туда, особенно если вам поведет с каким-то прикольным цветом. Можно использовать в качестве подводки, можно использовать в качестве контур для губ. У этого карандашика мягкая текстура. Он делает четкий контур, который сохраняется, кстати говоря, на протяжении целого дня. Поэтому вам очень поведет. MC. Автоматический стойкий карандаш для губ и для глаз. Я уверена, что многие из вас уже задатели с вопросом, что за помада у меня сегодня на губах. Да в целом я достаточно часто получаю сообщение, что за цвет. Ребята, вы не поверите, мне удалось выбрать этот цвет! Именно этот цвет. Это у нас Faberlic. Кстати говоря, про эту помаду я рассказывала вам еще, наверное, год-два или три. Когда делала обзор на их косметику, я очень хвалила их помады, потому что они реально классные. Можете что уговорить, но помада просто супер! И цвета у них просто супер! А это вообще мой любимый цвет! Ну, упаковка тут отдельное, конечно, слово стоит, поэтому я его скажу. Оно магнитное, смотрите. Видите, как удобно. Ну, естественно, это полноразмерка, так на всех случаях, если вдруг вы там не видите. Если вдруг не успеете купить боксную помаду, заинтересуйтесь. Это Faberlic. Губная помада HD Color. Glam Team называется. У них в палитре очень много цветов разных, но все помады классные. У меня есть вся палитра, потому что у меня была рассылка, и они прям реально абсолютно все хайповые. Вот прям очень советую, если хотите попробовать. Вещь, которую я, мягко говоря, безумно рада, этот оттенок помады. Вы не представляете, как тяжело его вообще было выбить. Это просто ноль слов. Такое ощущение, что после моих видео, извините минутку, ЧСВ, всем резко стал нужен именно этот оттенок. Вот он он. Тот самый идеальный. Такой и не шоколадный, и не нюдовое, нечто среднее, а альтушный совершенно оттенок. Что ж, такие получились у меня бьюти-боксы в этом году. Ну, а дальше у меня снова стучилась стелька. Ну вот, мне опять хочется рыдать. Я надеюсь, вы понимаете, почему я говорю, что этот бьюти-бокс, скорее всего, будет последним. Моя нервная система просто не выдерживает. Кажется, трейд победили. Тут очень важный момент, что доставка осуществляется в этот раз только по территории России и по территории Беларуси. В другие страны мы не отправляем. В другие страны коробочки не отправляются. Дело не в том, что я так захотела. Ребят, мне вообще пофиг, куда их отправлять. Да хоть в Австралию. Я только рада буду, если моя австралийская подписчица получит. Но почта не оберет эти посылки или доставку ставит такую дорогую, что доставку получают по цене бокса. И компании, с которыми мы сотрудничаем, просто не готовы на это пойти, потому что им будут делать мозги, что почему вот я хочу купить бокс за 2,500, а доставка у меня 4. И из-за этой тупой причины мы не можем отправлять эти коробки куда-то, кроме как по территории России и Беларуси. Мне очень жаль, что так вышло. Честно, серьезно. Но я ничего не могу сделать. У меня нет своей личной почты, чтобы бесплатно отправлять коробочки в нулевую стоимость. Ничего не могу поделать. Купить бьюти-боксы можно исключительно по ссылке, которая находится в описании. Если по ссылке, которая в описании ничего нет, значит продукты распроданы и больше никогда нигде нельзя будет это купить. Никогда и нигде.